И снова здравствуйте, уважаемые родители. Приятно вас видеть в Новом году. Надеюсь, здоровыми. Судя по тому, что пока никто так особо не обращается с проблемами, все у вас хорошо. Что я вам желаю на все 365 дней Нового года. Итак, мы продолжаем разговор о инфекциях. И сегодня мы с вами поговорим о теме, которая, наверное, волнует в разных моментах. Практически всех наших слушателей и зрителей речь пойдет о кишечной инфекции. И вот здесь, как говорится, разговоры могут идти до бесконечности. Но все-таки давайте мы, как говорится, начнем. Итак, кишечная инфекция. Чтобы понять клинику и проявление различных видов кишечной инфекции, давайте мы немножечко, чуть-чуть обговорим вопросы, связанные с строением желудочно-кишечного тракта. Человек и ребенка в том числе. Ну, пути прохождения пищи в организм человека достаточно простые. Это ротовая полость, вот, с зубами, с языком. Это ротоглотка, куда мы глотаем, и язычок, мышца такая, закрывает во время глотания. Проход в носоглотку, открывается дырка такая, ротоглотка. Туда эта пища наша проваливается, и она идет в пищевод. Пищевод такая трубочка, по которой пища двигается благодаря сокращению мышц, так называемой перистальтики. И вот здесь я позволю себе остановиться, рассказать вам одну особенность пищевода, которая может быть, ну, я очень далек от мысли, что вы, вот, скажем, мучаете своего ребенка таким образом, но сами вы этот момент наверняка соблюдают не все. Речь идет вот о чем. Значит, для начала пару цифр. Длина пищевода 30 сантиметров в среднем. Скорость прохождения пищевого комочка по пищеводу равна 5 сантиметров в секунду. Эти цифры, казалось бы, вам были бы совершенно не нужны, если бы не одна особенность пищевода. Она заключается в том, что каждый раз, на каждый пищевой комочек, попавший в пищевод, идет одна мышечная волна, одна перистальтическая волна, то есть пищевод в состоянии пропустить лишь один ваш глоток. Что это значит? Это значит, ну, легко посчитайте, если нет, мы попросим одного нашего пациента, Куаныша, посчитать, он очень хорошо считает. Так вот, скорость, вернее, частота проглатывания должна быть, исходя из этой физиологической особенности пищевода, не чаще, чем один глоток в 6 секунд. Вот попробуйте сами, посмотрите, потому что я уверен, что большая часть слушателей глотает гораздо чаще, и тем самым резко ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта. Возникают различные застои начальной части пищевода, расширение мышечной слабости, нагноение, образование различных кист, образование различных полипов, вплоть до развития впоследствии язв и онкологических процессов желудочно-кишечного тракта, и все из-за того, что мы глотаем чаще, чем это положено нашему организму. Еще раз напоминаю, один раз в 6 секунд. Попробуйте. Это на самом деле очень хорошо отслеживается. Так вот, дальше пища проходит через пищевод в желудок. В желудке она хранится какое-то время, где-то до 6 часов. Потом она проникает в тонкий кишечник, энтерус, он называется по-латыни. В тонком кишечнике происходит до переваривания, до расщепления белков, жиров и углеводов на составляющие части, и всасывание. И следующая часть – это толстый кишечник, в котором происходит формирование каловых масс и в конечном итоге вывод их из организма. Так вот, уровень поражения инфекциями, инфекционными, как бы, началами, бактериями и вирусами желудочно-кишечного тракта достаточно многообразный. И вот, прежде чем говорить о факторах, вызывающих эти поражения, несколько слов о клинических проявлениях. Между пищеводами желудком, между желудком и кишечником, и в конце толстого кишечника есть определенные мышечные участки. То есть, круглые мышцы, которые сжимаются, так называемые сфинктеры, и они не дают возможности обратного хода пищи, обратного хода вот этой массы. То есть, попадание из желудка в пищевод в норме практически невозможно. Но также заброс содержимого кишечника в желудок тоже практически обратно невозможен. Это возможно только при каких-то серьезных нарушениях. Так вот, вследствие этого мы можем определить уровень поражения благодаря клиническим симптомам. Вот смотрите, если у пациента кишечная инфекция начинается с рвоты и больше ничего нет, то кишечник не затронут. Поражение происходит на уровне желудка. Это гастрит, потому что пища из желудка не может никуда деться, кроме как выйти обратно. И выйдет обратно она в виде рвоты. Если нет никаких других проявлений, это только гастрит. Соответственно, и лечение. Поэтому, если, скажем так, ну, не дай бог, ребенок что-то проглотил, какие-то там яды, какие-то токсины, таблетки в большом количестве и так далее, и прошло времени, скажем, меньше 3-4 часов, то первое ваше действие – это промывание желудка. То есть все еще в желудке. Ну, что всосалось, то всосалось, то будет по-другому выводиться. А вот то, что не всосалось, должно быть удалено чем раньше, тем лучше. И раз это спасает жизнь человека. Значит, следующий этап, который поражается, это тонкий кишечник, энтерус. И основное клиническое проявление энтерита – это понос. Жидкий стул. Почему? Потому что рвоты нет, поскольку желудок свободен. Там нет повреждения. А повреждение тонкого кишечника заключается в нарушении всасывания. То есть та жидкая, мелкая масса, которая должна всосаться, она не всасывается, а выводится из организма. И таким образом в горшке мы будем видеть жидкость, иногда воду, иногда просто, но практически без примесей. То есть вот то чистое, что должно всосаться, оно выходит наружу. Без каких-то дополнительных примесей. Если в жидком стуле, в горшке вы видите примеси слизи, зелени, каких-то хлопьев, а то и крови, то речь идет о поражении следующего отдела кишечника, а именно толстой кишечник. Это называется колит. Колон – это по латыни толстый кишечник, соответственно, его воспаление называется колит. И там уже примеси присутствуют. Может быть, нехороший запах, может быть, какие-то моменты, связанные с нарушением, повреждением слизистой толстого кишечника, в частности, прожилки крови и так далее. Значит, если присутствует рвота и понос без примеси, то такое заболевание называется гастроэнтерит. Поражение уровня и желудка, и тонкого кишечника. Если мы видим рвоту, жидкий стул такой обильный, плюс примеси периодически в стуле, какие-то, напоминаю, зелень, хлопья, какие-то слизистые, непереваренные кусочки, это гастроэнтероколит. Значит, соответственно, поражены все участки желудочно-кишечного тракта. Чем это может быть вызвано? Ну, прежде всего, это может быть вызвано бактериальной инфекцией, а именно, в частности, дизентерийной палочкой или дизентерийной амемой, которая поражает, прежде всего, толстый кишечник. И вот если вы видите в стуле ребенка в горшке вот такой жидкий каус хлопьями и прожилки свежей крови, то это практически, очень большая вероятность, что это дизентерия. Это бактериальная инфекция, и лечить ее надо соответствующим образом, а именно с помощью антибактериальной терапии. Она лечится неплохо, вот, она достаточно хорошо выявляется в анализах, особенно до лечения антибиотиками. Так называемый Шигелла зовут это вот красивое такое имя. Это, на самом деле, дизентерийная палочка. Шигелла ее зовут. Так вот, эта Шигелла, она легко подается лечением с соответствующими антибиотиками, но это требует определенного курса, определенной диеты и определенных щадящих мероприятий, связанных вот с интоксикацией, которая дизентерийная палочка вызывает. Еще один красивый, по названию, возбудитель энтероколитов, это сальмонелла. Это вот женщина, бактерия с красивым именем, поражает участки тонкого и толстого кишечника. Достаточно сильная интоксикация, протекает все с высокой температурой, с поносом, практически чистый, водный такой понос, с прожилками слизи и крови. То есть, пройдет гастро, идет энтероколит, клинический проявляется. Вот, сальмонелла тяжелее протекает, тяжелее лечится. Почему? Потому что, в отличие от дизентерийной палочки, сальмонелла обладает способностью превращаться в цисты. Она может затаиться, спрятаться в кишечнике пациента, и какое-то время все будет замечательно, нормально, и потом вдруг цисты раскрываются, сальмонелла вылезает наружу и опять дает картину энтероколита. То есть, получается, как бы, хронический энтероколит, и очень часто вот этот хронический энтероколит имеет природу сальмонеллезную. Поэтому вот здесь нужно контролировать анализами, и оно достаточно легко сальмонелла выявляется в анализах, и достаточно трудно лечится. И вот здесь я хочу вас предупредить, что получить любую кишечную инфекцию можно только через рот. То есть, ее нужно съесть или выпить. дизентерийная палочка очень любит такую мутную, не очень чистую воду, поэтому ни в коем случае нельзя давать ребенку даже при очень сильной жажде пить из открытых непонятных источников. Вода должна быть обязательно кипяченая, дизентерийная палочка при кипячении погибает. Сальмонеллами немножечко сложнее. Чаще всего сальмонелла попадает в организм здорового человека через зараженные продукты. Во-первых, это могут быть мясные продукты, это могут быть сырые яйца. Вот здесь я очень настоятельно вам не рекомендую, вернее, не рекомендую давать ребенку сырые яйца, даже если они идеально от вашей чистой корочки, тем не менее, вы можете не знать, что курица заражена сальмонеллезом, для нее это никак не проявляется, и суп из этой корочки будет замечательный и чистый, потому что вы ее кипятите, когда варите, а вот яйца нет, поэтому яйца в любом случае нужно варить хотя бы до уровня яйцев, смятку. Там сальмонеллеза не будет. Чаще всего сальмонеллезом болеют дети, которым из лучших побуждений дают сырые яйца пить. Соответственно, тот же Гоголь-Моголь, любимое средство лечения, скажем, болей в горле, простуд и так далее, вот он одно лечит, другое соответственно заражает. поэтому здесь будьте осторожны, сальмонеллеза болевания очень такое нехорошее. Значит, и помимо вот этих бактерий есть еще масса бактерий, которые вызывают кишечную инфекцию, ну, скажем, почти из-за ничего. например, кишечная палочка, которая находится в норме в человеческом организме, если ее количество по каким-то причинам резко увеличивается, это можно вызвать кишечную инфекцию. Более подробно о других моментах, которые способны вызвать нарушение стула или какие-то проблемы в золочной кишечной тракте, мы поговорим с вами в следующий раз сегодня мы заканчиваем. Всего доброго, будьте здоровы!